вот короче решил попробовать на заднем стекле что передняя сразу не запороть это обычная двухтысячная наждачка с водичкой сначала она ходила туговато по стеклу то есть снимала какие-то я не знаю там то ли царапины то ли этот вот этот камень а сейчас вот уже после двух таких вот небольших проходов делаю вручную она ходит гораздо легче ну и вот как бы посмотрим протрем сейчас все покажу ну пока вот достаточно потому что нигде нету уже сопротивление по стеклу сейчас протрем так губочкой смоем сначала так и надо нашу х вытереть посмотреть значит что получилось смотрим значит царапины конечно присутствует но заметно что появился матовый оттенок ну стекло приобрело такой матовая то есть от двухтысячки есть царапины крупные большие от 2000 наждачки получился такой матовый оттенок вот сейчас можно попробовать в каком-то одном месте но трехтысячным кружком и вот такой вот машинкой сейчас с водичкой попробуем где-нибудь опять протру чтобы посмотреть как отличается ну как бы не вижу пока никаких различий но и не вижу ухудшения то есть никакого ухудшения нет то есть может быть глаз и стало немножко в общем можно смело сейчас пройти двухтысячкой трехтысячкой наверно поэтому стеклу вот ну цель такая чтобы попробовать пока чтобы не кидаться в крайности по лобовику вот на заднем стекле вон просто делать такие испытания а потом полиролью вот этим оксидом цели и если все удачно получится то тогда уже можно приступить и к лобовику дело в том что лобовик то видимо менялся а это стекло более в худшем состоянии задние ну на него больше достается и она стоит родное еще то здесь вот логотип фальсваген видно вот да и как бы но это номер уже это выбивали наверно чтобы для сигналки там не знаю для чего вот и вот стекла все одни родные с логотипом кроме лобового стекла то есть все стекла с логотипом а вот лобовичок у нас менялся то есть вот если видно видите уже он заменен так что вот все по-честному я показываю то есть как бы в каком состоянии машина чтобы не было там каких-то ведро там или тазик вот мне в принципе вообще-то похеру вы можете честно говоря писать все что угодно у кого кому нравится ведро он тут пускай ведро пишет кому тазик все пускай тазики пишут а мне нравится гольф вот ну приступлю короче сейчас наверное пройду вот я только думаю или двухтысячкой еще пройти с водичкой наверно 2000 а потом трехтысячный и плюс ко всему значит потом цирконием этим или как он там оксид цель церия во цирконием оксид церия и будем смотреть результат двухтысячкой прошел кстати машинкой гораздо лучше то есть ну видно еще глубокие царапины остались я как бы не буду пока уделять этому внимание то есть я хочу посмотреть как она вообще работает а вот мелкие царапины уже двухтысячки ушли ну и видно что она даже приняла уже никак от руки значит матовость такую непонятную а уже появляется кое-какой блеск прошел еще трехтысячный в общем какие пока выводы трехтысячки при дала еще больше результат сейчас покажу единственное значит что я уже вижу то есть чтобы нормально добиться результата конечно надо сначала начать наверно с 800 тысячи полторы тысячи две и три так это одно второе одного комплекта кружков наверно будет мало вот скорее всего надо будет брать два ну и вот сам результат короче вот стекло в принципе вот здесь уже подсохла она немножко матит но она в принципе сейчас стало таким как было только единственное значит что получается что мелких царапин практически не стало вот и еще на ощупь она стала нежная такое гладенькая то есть она не цепляется за какие-то вот наверное есть этот камень значит водяной она не цепляется ни за что вот пальцы ходят свободно сейчас она высохнет и приступлю значит к полировке так значит написано смешать с водой добавили воды сейчас кем-нибудь перемешаем и значит удобно сейчас перемешают и значит это какого шерстяными кружочками написано вот мы сейчас это пасту сделаем так и наносим пока равномерно нанесем все стекло ну вот и будет видно кстати хватает посты или нет то есть там написано развести нужное количество поэтому по инструкции я уже вижу что наверно вряд ли хватит хотя кто его знает вот такое красивое стекло такая стая нет ну хватило сейчас значит кружочек смочим малек и вперед так значит еще надо ну по толковому надо конечно корпус заклеить ленты но я говорю что это пробуемый вариант чтобы ну дойти во все углы вот на это пробные вот вообще попробуем так и второе обязательно надо смотреть за температуру стекла потому что клуб может греться и чтобы она не треснула ну а мы продолжаем дальше вот немного стекло блеск конечно есть но надо еще поработать так что все получается ну я решу пройти вот такой машинкой вот такой машинкой и все штуручку и чтобы увидеть хороший результат надо внутри его еще отмыть тонну тут все в грязи но не в грязи такие от запотевания стекло следы остаются но вы видите прозрачность конечно уже намного лучше и вот можно заметить что до кое-где вот 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 видите царапины да эти большие царапины хотя мы сейчас с этой стороны по моему сейчас этой стороны вот так мой результат ребята есть однозначно значит бояться не стоит хотя я боялся честно говоря ну ни разу я стеклами не занимался вот сейчас от моем от все эти буду и вот уже видно даже вот когда моешь на какая ну как она выглядит да то есть пробный вариант но ну видим да тут есть царапины вот одна вот вторая то есть надо подходить тщательно конечно к этому ремонту ну сделать все поэтапно там взять 800 может 800 и наверное может крупная будет тысячкой пройти вот ну то есть вот помыл обзор на свете как бы прозрачность хорошая значит вон мы есть все отражения блестит результатом я доволен но значит видите вот вот видите царапинки есть есть царапинки то есть надо приложить конечно больше усилия и значит заниматься так и что это у нас что стороны а это у нас я уже испугался это у меня там крепление шторки вот светится то есть надо как сделать ну тысячку так для свет выключил специально чтобы вам было наглядно видно сейчас еще хочу но тысячку потом полторашку двушку трешку и кружочки надо ну хотя бы на стекло наверно каждого надо брать вдвойне то есть еще протер вот такой вот результатик то есть блестит сверкает но царапины есть вот видите то есть крупные царапины оставлю остались вот эти вот 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 она то есть это надо убивать уже досконально а так конечно она приняла совершенно другой вид то есть бояться не стоит еще есть одно одна фишка да то есть вот как бы вот такой вот видно кружок то есть это вот блики вот но это можно попробовать еще обычной полиролькой пройти и может быть они уберутся но я думаю я но результат вообще мне нравится особенно вот если посмотреть значит отсюда когда оно было все такое матовая практически то сейчас он все прозрачно все хорошо видно акцию вот так что вот такие вот у меня с наступлением холодов и зимнего варианта я вот попробовал сделать зад а вы понимаете что заднее стекло но намного хуже переднего да то есть ну туда летит вся грязь и все так что мы подготовимся выпишем еще по несколько кружочков еще один на и на баночку выпишем этого оксида церри выписывал я на валдересе там его в полным полно значит может быть летом приступим к полировочке вот этого стекла и кстати говоря здесь да то здесь царапин намного меньше то здесь можно наверное просто пройти так думаю двухтысячный трехтысячный значит наждачкой реально она лучше несколько раз и просто несколько раз лобовик этим оксидом церрия пройти еще и будет нормально вот так вот такая работенка на сегодня вот следим за машинкой и она нас радует все всем успехов ремонте до скорых встреч если будут какие-то новости то я вам буду обязательно на своем канале об этом совсем кто хочет может подписаться кто хочет может поставить лайк дизлайк по хапчину буду в комментариях убирать а так там ведра там это тазики можете мне я оставляю пишите побольше меня это никак не задевает никак не на меня это не действует а для развития канала это только плюс все всем удачи успехов и пока